Сегодня у нас 14 сентября, поговорим мы сегодня о процедурах, препаратах, проблемах, которые мы решаем после лета в осенне-зимний период, плюс поговорим о уходе за кожей сакны, которая зачастую обостряется летом, и в период, соответственно, обострения и в ремиссии. И будем тогда потихонечку начинать. Основные какие цели и задачи ухода за кожей в холодный сезон? На самом деле, в период интенсивной инсоляции кожа зачастую теряет влагу интенсивно, и поэтому тургер и тонус тоже страдают, обезвоженность может появиться, даже если человек не склонен к этому, особенно если он активно загорал. Появляется пигментация. Пигментация, она чаще всего после лета является поверхностной, поэтому она достаточно легко устранима. Но лучше, конечно, предотвращать, использовать защиту соответствующую, и не только средства с СПФ, регулярно обновляемые в течение дня, но и механические способы защиты, такие как широкополые шляпы, бейсболки, крупные очки, ну и вообще избегать длительного нахождения на активном солнце, особенно в активный период, то есть днем, если у вас есть склонность пигментации. Склонность пигментации может быть как просто генетически детерминированная и может быть проявлением каких-то внутренних проблем, например, проблем с эндокринной системой, например, при патологиях щитовидной железы и надпочечников зачастую бывает пигментация стойкая у людей. Поэтому, как говорится, если есть проблема, ее проще предотвратить, чем потом убирать, решать, устранять. Также усугубляются возрастные признаки. Мы все знаем, что фотостарение у нас портит кожу гораздо раньше, чем хроностарение. И ультрафиолет – это один из самых агрессивных факторов внешней среды, который влияет на появление возрастных изменений. Кроме того, конечно же, сейчас мы живем, к сожалению, не в идеальное время с точки зрения экологии. И полютанты, которые у нас есть, и на улице, условно говоря, и в помещении. То есть это всякие и тяжелые металлы, и какие-то химические вещества, которые в воздухе находятся. И даже испарение тех же самых наших, находящихся рядом с нами шкафов из ДСП и прочее, к сожалению, не лучшим образом влияют на кожу, смог, машины, опять-таки же, какие-то производства индустриальные, которые загрязняют окружающую среду. Это все, увы, нас не украшает и влияет на появление возрастных изменений раньше, чем хотелось бы. Поэтому морщины, неровность тона, чувствительность кожи, как раз полютанты, они очень влияют плохо на устойчивость нашего защитного барьера, соответственно, провоцируют появление гиперчувствительности, каких-то аллергических реакций. И вот это все, конечно, еще с жарой и перепадами температур, например, в морозную зиму усугубляется очень сильно. И если, например, человек летом загорает, активно, например, не бережется от солнца, то, конечно, его защитные функции, его кожа, его эпидермиса, они страдают. И поэтому вот эти все проявления, они гораздо выраженнее будут. Ну и, как я уже говорила в начале, какие-то проблемы с кожей, такие как акне, розация. О розации мы сегодня не будем говорить, много очень этой теме уделяли внимания, но ультрафиолет, как известно, является одним из самых сильных триггеров для обострения розации. Но при акне тоже, к сожалению, летом зачастую бывает обострение, причем сами воспалительные элементы и элементы постакны, они зачастую, наоборот, летом людям нравятся, как они выглядят, потому что на загорелой коже не так сильно заметно. Но, например, сальные железы начинают в жару работать более активно, пытаясь удержать испаряющуюся влагу. Кроме того, бывает, что как раз воспаление за счет этого кожи потеет в жару и так далее. Плюс сейчас еще у нас у всех мы обязаны в общественных местах носить маски гигиенические, которые тоже создают парниковый эффект под ними. И даже такой термин «маскне» уже вошел в обиход наш, к сожалению, когда в нижней трети, где закрыто лицо маской, образуются всякие воспалительные элементы. Но вот летом, конечно, из-за температуры воздуха это все может тоже обостряться. И поэтому снятие обострения акне, сиберегулирующие эффекты от косметики, например, и от каких-то лечебных репаратов мы ожидаем летом и сразу после лета, так как после отпуска, например, зачастую люди приезжают с обострением. При помощи чего мы будем все это, собственно, делать? Какие мы можем использовать процедуры, какие мы можем использовать воздействие на кожу, какие мы не можем использовать летом, но зато с удовольствием можем использовать зимой. Сейчас мы их перечислим. И потом поговорим еще о компонентах, которые, собственно, надо искать в средствах ухода за кожей для решения той или иной проблемы, и я специально решила уделить внимание по традиции компонентам, потому что я понимаю, что не все пользуются гельтеком, например. Кто-то пользуется еще какими-то средствами. И гораздо проще уметь читать этикетки и знать, что там искать, чтобы найти адекватное средство, чем просто привязываться к марке, например. И в то же время вы, например, можете использовать какие-то средства наши, которые вам больше всего нравятся и подходят, а какое-то средство оставить, например, свое, которое у вас уже есть, и вы по составу поймете, что оно содержит то, что надо, и незачем его, например, выкидывать. Значит, что мы можем делать для восстановления тургора, тонуса, уровня увлажненности после того, как на нас агрессивно подействовал ультрафиолет? Мы можем наполнить кожу влагой. Влагой мы можем наполнять разными способами. Естественно, мы все помним, что кожа у нас получает влагу в основном изнутри, то есть из капилляров дермальных. И банально для того, чтобы быстрее ушла обезвоженность, надо нормализовать питьевой режим. Но, кроме того, конечно, нужно реабилитировать влагоудерживающую функцию кожи, потому что, когда мы позагорали, когда на нас воздействовали перепады температур, парниковый эффект, и вот жара, и все прочее, мы потели, у нас наш барьер защитный страдал, и, естественно, для этого нам нужно его восстанавливать. Вот, поэтому здесь мы как раз можем использовать средства, которые будут помогать влагу удерживать, то есть препятствовать трансэпидермальной потере влаги. Из процедур – это биоревитализация, причем как инъекционная, так и безинъекционная. Кому что подходит больше, кому-то не подходят инъекции по каким-то причинам, либо, допустим, у человека аллергия на анестетики аппликационной, или у человека, например, близко расположенные хрупкие сосуды, да, и инъекции просто дадут большое количество гематом, которые будут выглядеть не очень эстетично. Плюс у человека может быть банальная склонность к отекам сильная, а если это такое тяжелое пастозное отечное лицо, то, например, инъекции гиауроновой кислоты в виде классической биоревитализации просто усугубит вот эту пастозность, отечность, и лицо будет выглядеть еще хуже, плюс избыток влаги дополнительно сдавит капилляр и нарушится трофика тканей. То есть не всем инъекции подходят, хотя для некоторых это довольно-таки быстрый и эффективный вариант. Например, люди без склонности к отекам, с достаточно крепкими сосудами, с преимущественно мелкоморщинистым типом старения, без какого-то такого птоза выраженного и деформации, они очень хорошо отзываются на инъекционную биоревитализацию, почему бы и нет. Но существуют другие способы введения низкой ультрамолекулярной гиауроновой кислоты в кожу – это фореза. То есть самый распространенный вариант – это лазерная биоревитализация, когда мы используем низкоэнергетический лазер для того, чтобы ввести низкомолекулярную гиауроновую кислоту, и это электропорация либо фонофорез. То есть при электропорации мы используем электрический ток переменный и тоже вводим низкомолекулярный гель-концентрат, наш вот этот с 2% низкомолекулярной гиауроновой кислотой используется. Для ультрафонофореза мы можем использовать и гель-концентрат, и можем использовать сыворотки, содержащие ультра- и низко- и высокомолекулярную гиауроновую кислоту. Естественно, мы понимаем, что высокомолекулярная у нас останется на поверхности, а уже более маломолекулярные формы мы уже можем ввести более глубокие слои эпидермиса и даже в дерму. Поэтому здесь как раз мы можем поработать гиалуронкой. Соответственно, препараты, которые будут восстанавливать гидропитный барьер, то есть различные репаранты, то есть те препараты, в которых в составе есть какие-то влагоудерживающие компоненты, хитозан, церамиды, например, то есть какие-то проэпребиотики, которые будут тоже работать на повышение защитной функции кожи, то есть антиоксиданты, витамин С, ресвератрол и так далее, то есть какие-то биофлавоноиды, тот же дегидроксерцитин нашей серии Нео. Это все как раз хорошо восстанавливает текстуру кожи, улучшает, то есть тонус, тургор и плюс работа с сосудами всегда должна параллельно проводиться. Как правило, препараты косметические, профессиональные, уходовые, они комплексные, там есть и сосуды, укрепляющие компоненты зачастую, и есть и антиоксиданты в одном и том же геле, например, для сыворотки. Ну, просто желательно обращать внимание на их наличие. То есть капилляры протектором чаще всего относятся, это конский каштан, листья красного винограда, можно искать в составе, да, это тот же самый и неоцинамид, и витамин С, и различные другие варианты сосудистые, арника, плющ там в виде экстрактов и прочее, которые могут тонус сосудистой стенки улучшить, соответственно, улучшить реологию крови, и у нас будет лучше кровоснабжаться кожа, при этом, естественно, будет питательное вещество и кислород тканям доставляться более активно, и кожа будет свежей, более цвет лица иметь. Вот, интенсивный увлажнитель, вот здесь я в скобочках перечислила, это в основном высокомолекулярная гиалуроновая кислота, хитозан, фукогель и банальный, самый простой глицерин. Вот, глицерин зачастую задает вопрос, там, насколько он опасен вообще, потому что в интернете бродят всякие страшилки на тему опасности глицерина, на самом деле это все, конечно, миф. Глицерин в той концентрации, которой он добавляется в косметику европейских производителей, да, то есть, а мы себя считаем тоже, ну, то есть мы не в Таиланде живем, вот, он, конечно, не будет превышать там 3-4% в составе, хотя, допустим, в каком-то простом по составу гели он может быть по инке, например, вы его можете найти там чуть ли не на втором-третьем месте, но это не значит, что его там 50%, просто означает, что других ингредиентов там тоже где-то там 1-2%, немного, да, вот, и поэтому он оказался там в начале состава, и не значит, что его много. Много его бывает в средствах, которые предназначены изначально для азиатского рынка, где очень большая влажность атмосферного воздуха, то есть если вы из Таиланда привезли тайский крем, сейчас в условиях постпандемии или как пандемии, наверное, это звучит кощунственно, вы привезли из Таиланда, кто сейчас вообще ездит в Таиланд? Ну, на самом деле, если вы привезли откуда-то или заказали какой-то крем или сыворотку, предназначенную для внутреннего рынка, где изначально такая другая климатическая зона, да, там повышенная влажность кожи, то там действительно может быть и 30-40% глицерина, хотя я уже в каком-то вебинаре говорила, я смотрела специально даже исследование по концентрации глицерина в топических средствах и нашла довольно-таки много информации на том же ПАБМЕДе, что даже 50% концентрация глицерина не обезвоживает кожу. Вот, если хотите, можете тоже посмотреть, погуглить по ПАБМЕДу, например, посмотреть по их сайту, забить глицерин, там 50% глицерин кожи, ну, то есть по вот этим вот поисковым словам посмотреть ту же информацию, да, и, в общем-то, не бояться особо глицерина. Просто когда, допустим, сыворотка предназначена для тайцев, в ней может быть там почти 100% глицерин, и действительно он будет тянуть влагу из воздуха, а в нашем случае, когда воздух у нас пересушенный, особенно в квартирах, естественно, он может начать тянуть влагу из эпидермиса. Поэтому глицерин в нормальной косметике европейских производителей, всегда его мало, и он прекрасно увлажняет и дешево. Вот, помогает удержать влагу. Антиоксиданты я уже, как говорится, перечислена, на всякий случай вот здесь в скобочках написала, это витамины С, витамин Е, ресератрол, всякие биофлавоноиды, это фируловая кислота в небольшой концентрации. То есть в качестве пилинга, да, фируловая кислота будет совмещать кератолитические и свойства антиоксиданта, если ее там, допустим, 5-7% больше. А, например, в качестве антиоксиданта в косметику она добавляется в концентрации полпроцента, ну, то есть вот такой, очень небольшой, и она тогда работает как очень мощный хороший антиоксидант, тормозит реакцию перекисного окисления репидов. Вот, это что по компонентам. Ну, и пептиды, конечно. Пептиды – это такой прямо, ну, наверное, самый современный антиэйдж вариант, потому что сейчас очень много исследований, и, в общем-то, производители сырья очень большое внимание уделяют вообще пептидным компонентам, и пептиды, они действительно, обладая таким сродством к коже, да, фактически они имитируют, например, сигнальные молекулы, которые есть в организме и так далее, они, конечно, сейчас такую ведущую роль в косметической индустрии заняли. Единственное, что, конечно, это дорогое удовольствие пептиды, вот, и поэтому, конечно, средства с ними, ну, никогда они могут стоить, там, 300-500 рублей на полочке в Ашане, потому что, по-любому, пептид – это достаточно дорогой компонент. И вот пептиды у нас есть, например, и в сыворотке Мерелакс, там, Аргирелин, и в Гелис Бетаэффект, ну, там конкретно Аргирелин, то есть это Мерелаксант. А есть у нас 5 пептидов сыворотка, я попозже тоже на ней сакцитирую, может, внимание, в которой 21% комплексных пептидов, то есть там одних Мерелаксантов 10%, 2 пептида Аргирелин или Уфасил, плюс там стимулирующие пептиды, ремоделирующие, релистаз, например, там пептид меди, 3-пептид меди, вот этот, который самый известный, Куперацитат, вот, и вот там тоже 5% и 2% Матриксиламорфомикса, как в нашей сыворотке, крем-сыворотки для век, который многие уже любят давно, вот, который тоже укрепляет кожу, то есть там идет такой прям подход очень комплексный. И с мимикой работают эти пептиды, и в этой сыворотке 5 пептидов, и с укреплением кожи, с стимуляцией деятельности фибробластов, дермы, и плюс 3-пептид меди, еще как регенерант работает, то есть она способствует обновлению, заживлению, и даже нашу пептидную сыворотку использовали многие косметологи, еще даже на этапе клинических испытаний для ухода в реабилитационный период после лазерных шлифовок, вот, как бы. И вот, наконец-то, она, собственно, в этом году вышла, и можно ей пользоваться. Ну, естественно, там до 25-30 лет нет особого смысла в ней, а вот уже после 35 и выше, это, конечно, самый такой отличный вариант, тем более она не имеет сезонных ограничений по применению. Если будут вопросы, прям задавайте, если не стесняйтесь, пишите прям в чатах, и я буду потихонечку на их отвечать. Значит, по поводу устранения пигментации. Мы осенью заработанную пигментацию, летом, конечно же, в первую очередь устраняем пилингами, это мы можем вполне сделать, потому что эта пигментация, в основном, поверхностная, соответственно, пилингам достаточно хорошо поддается. Кроме того, она даже хорошо поддается отбеливанию в рутинном регулярном уходе, когда мы используем средства регулярного ухода с отбеливающими компонентами, потому что не каждый, допустим, готов на реабилитацию после пилингов, хотя есть более слабенькие, то есть всесезонные такие, и, в общем, достаточно поверхностные пилинги, а-ля там наш миндальный, например, да, но есть пилинги, которые требуют несколько дней нахождения дома, а то и дольше, и, в общем, по-разному кожа на них может среагировать, поэтому, если у вас интенсивный рабочий график, то это не ваша тема, это как раз больше лучше уделять внимание отбеливанию в рутинном уходе, там медленно, но верно, там не за два приема, а за месяц-два кожа придет в норму и выровняет свой тон. Конечно же, если пигментация расположена в дерме, то есть глубоко, то мы уже можем прибегать к, например, воздействию лазера или к всяким процедурам при помощи диодных лазеров, то есть IPL-систем, и удалять или прицельно, локально этот пигмент, ну, в общем, там уже надо смотреть по ситуации. Единственная ошибка бывает тех, кто берет просто отбеливающее средство в уход, в рутинный, а имея при этом дермальную пигментацию, допустим, какое-то пятно, глубоко расположенный пигмент, после этого посттравматичная пигментация, после какого-то воспалительного элемента, например, глубокого возникшего, или после травмы какой-то, и рассчитывать на то, что это пятно уйдет, конечно, это не будет, этого не произойдет. Вот такие вещи удаляются все-таки больше лазерным воздействием, чаще всего, и то не всегда можно на него повоздействовать. И здесь уже должен специалист разобраться. Любой косметолог может, ну, и как бы и визуально понять, при помощи дерматоскопа или лампы Вуда, определить, допустим, расположение пигмента, его глубину, и, исходя из этого, уже назначать процедуру или домашний уход. Но по-любому отбеливание в рутинном уходе, хочу сказать, оно поддерживает любую, любые более интенсивные воздействия, и если мы используем, например, серию пилингов, или мы используем даже лазерную шлифовку, мы можем спокойно пользоваться отбеливанием в рутинном уходе, чтобы поддержать эффект и усилить его. Значит, по поводу антиэйджа, в холодный сезон, конечно же, безопасно, более безопасно, чем летом, делать различные процедуры, которые могут повысить фоточувствительность кожи, и пользоваться потенциально фототоксичными средствами, такими, как ретинол, кислоты и так далее. Но даже если в антиэйдж уходе мы используем такие потенциально агрессивные какие-то препараты, то мы должны обязательно защищать кожу от солнца при помощи средств СПФ. То есть, если сравнить две ситуации, мы не пользуемся никакими агрессивными средствами, индекс инсоляции, УФА-индекс, в прогнозе погоды два, мы можем не пользоваться, соответственно, СПФ, ничего не наносить. То есть, мы используем утром, например, пептидную сыворотку, вечером какой-то интенсив омоложение с гиалуронкой. У нас индекс ультрафиолета в нашем регионе, где мы находимся, допустим, два, или даже три бывает. Можем не наносить СПФ. Можем днем использовать обычный увлажняющий крем без СПФ, например, витаматрикс, антиоксидантококтейль, ну и любой другой тональный средство. Но если же мы взяли в уход активное средство с ретинолом или с достаточно большой концентрацией кислот, или делаем серию пилингов или шлифовок, то вне зависимости от УФА-индекса, будь он 2 или будь он 0, нам все равно нужно утром наносить средство, содержащее ультрафиолетовые фильтры. Вот в этом и есть такой нюанс. Ну и по поводу антиокне, я в конце, как обещала, уделю чуть побольше внимания теме антиокне. Естественно, чтобы достигнуть цели и устранить эти явления, если, естественно, поражение достаточно сильное, то есть, грубо говоря, стадия акне, ни первая, ни вторая, то без лечебных средств, без дерматологических препаратов не обойтись. Зачастую даже топические не всегда способны справиться с проблемой. Иногда приходится и пероральные какие-то использовать варианты того же, это те же производных ретинола. Но в основном, в принципе, если соблюдать некоторые правила, то мы не доводим кожу до третьей, четвертой стадии акне, если только это не какая-то гормонально активная фульминантная форма, когда сразу резко и быстро и огромное такое по площади поражение. Антимикробный эффект дают у нас из наших средств. Ну, вообще из наших средств понятно, мы потом о них поговорим, а вообще из компонентов, что обращать внимание. Азолаиновая кислота, она имеет хороший антимактериальный эффект, ну и бактериостатический, и плюс она работает еще с основным звеном, как говорится, патогенеза акне, это с фолликулярным гиперкинатозом. И еще ее третье действие такое очень важное, это она предотвращает, ну или по крайней мере минимизирует выраженность элементов постакне, то есть она блокирует фермент терзиназа, то есть поствоспалительная пигментация или не образуется, или не так интенсивно образуется. Вот поэтому мы ищем азолаиновую кислоту, мы ищем миндальную кислоту в составе, которая тоже помимо кератолитических свойств и, как говорится, ускорение и обновление кожи, она еще и хорошими антибактериальными свойствами обладает. Кроме того, миндальная кислота еще и является вазопротектором, то есть она сосудокрепляющий эффект оказывает, и поэтому как раз люди, которые, например, брали альфадерм в уход, в общем-то, для профилактики гиперкинатоза, но при этом имели склонность к покраснению, многие из них заметили и замечают, что покраснение становится меньше, тон лица выравнивается не за счет того, что пигмент, например, уходит, а за счет того, что покраснение уходит тоже. Поэтому в средствах с миндальной кислотой можно еще от них ожидать вот этот вот хороший эффект, который уменьшает склонность к покраснениям. Это важно. Про и пребиотики тоже важны, особенно если какой-то был агрессивный уход или какой-то лечебные препараты какие-то агрессивные используются, поэтому лизаты бактерий, например, бифидолактобактерий, допустим, инулин, альфаглюкан, то есть если бифида и лактобактерии в виде лизатов, это пробиотиками считается, ну, условно, потому что мы же не можем в косметическое средство положить живую бактерию, нам никто не зарегистрирует такой препарат. А если мы используем лизаты бактерии, они очень хорошо стимулируют рост нормальной микрофлоры, чтобы она потом вытеснила патогенную или условно патогенную, и при этом она не является живой микрофлорой, и, соответственно, может находиться в косметическом средстве. Так вот, лизаты – это пробиотики, а инулин, альфаглюкан, фукагель, бета-глюкан – это все пребиотики, то есть фактически корм для полезных бактерий. И если эти компоненты в сыворотке, допустим, есть, то она будет хорошо работать с кожей с повышенной чувствительностью, с кожей, которая пострадала от агрессивных каких-то препаратов или продолжает от нее страдать, и, в общем, также будет хорошо восстанавливать кожу с нарушенным гидролипидным барьером защитным, который, например, возникает, если человек был в отпуске на море, в соленой воде он плавал, до солнца его жгло, и, естественно, у нас гидролипидный барьер нарушает свою функциональность. Дальше отшелушивание. Отшелушивание тоже очень важно. И здесь как раз я лично сторонник мягкого отшелушивания, то есть не все ободрать, чтобы росло новое, а чтобы постепенно, не нарушая все-таки баланс нормальной микрофлоры, которой и так жить тяжело, чтобы восстанавливалась параллельно и защитная функция, и в то же время роговой слой эпидермиса нормально, регулярно обновлялся. Потому что если он будет плохо, замедленно обновляться, то у нас будут закупориваться поры, у нас будут образовываться черные точки, у нас будут образовываться комедоны, воспалительные элементы, в конце концов. Поэтому для этого мы ищем салициловую кислоту в составе, например. Более того, надо понимать, что салициловая кислота вообще по закону в косметическом средстве больше 2%, если это не пилинг, а пилинг это уже не просто уходовое косметическое средство, больше 2% ее там быть не может. Но на самом деле для того, чтобы мягко отшелушивать кожу регулярно, постепенно, например, в тонике, в каком-нибудь сыворотке, салициловой кислоты может быть и 0,4, и 0,6, и 1%, то есть и 0,5%. То есть ее не должно быть там много, ее не надо искать там много. И поэтому как раз небольшая концентрация салициловой кислоты и не содержащие спирта препараты с салициловой кислотой, они будут мягко тоже отшелушивать при склонности к гиперкаратозу такую вот кожу с ценденцией к образованию черных точек, закупориванию упор и, соответственно, появлению спалительных элементов. Энзимные пилинги у нас тоже и летом ими можно пользоваться прекрасно, потому что они не являются фототоксичными, и можно их продолжать наносить зимой. У нас, естественно, хит, хитовый наш, это энзимная пектиновая маска. Наверное, нет ни одного человека, если только совсем кто-то у нас первый раз с нами, кто бы ее не знал и не пользовался, энзимная маска – это такой прям универсальный препарат, которым можно и при проблемной коже пользоваться, и когда антиэйдж нужно, и когда нужно просто кожу сделать более гладкой, сияющей на выход, и для регулярного такого глубокого очищения, когда кожа склонна к закупориванию упор и появлению спалительных элементов, и когда пигментированная кожа, чтобы она быстрее, как говорится, верхний слой отшелушился, пигмент ушел, то есть ее можно всегда брать на вооружение, и любые другие, в принципе, энзимные пилинги неплохие, если есть, то можно их использовать. Ну, просто гелевые пилинги, как наша энзимная маска, их можно разными способами использовать, можно делать массаж влажными руками по этой маске в течение 15 минут, можно под пленку класть, как холодное гидрирование классическое, использовать ее, можно просто, находясь там в влажном помещении, например, в ванной, нанести на кожу, и она там полежит и тоже, собственно, окажет свое воздействие, и там находится фермент папаин, мочевина и 5% молочной кислоты. Ее наносите, она распаривает кожу, да, или там массаж по ней делаете, потом берете салфеточку, отжатую с водичкой, да, снимаете остатки, хорошенечко умываетесь, и после этого тоником протираете лицо, и можете нанести свой привычный уход, или продолжить уход какой-нибудь, нанесением какой-нибудь маски активной. После пилингов таких легких все маски работают более активно, любые хорошие. Вот, и, соответственно, единственное, что ограничение, то, что экспозиция 15 минут максимальная, и делать ее лучше не чаще одного-двух раз в неделю. Но, опять-таки, смотрим по коже. Если жирная, грубая, с гиперкератозом, можно два раза в неделю делать. Если сухая, там, допустим, склонная к обезвоженности, чувствительная кожа, то можно делать вообще раз в полторы-две недели, ну, то есть эпизодически. Вот. И для кожи проблемной очень критична pH кожи, критичен pH. То есть мы его можем подкислять всеми способами нам доступными, ну, конечно, без фанатизма, да, но такой слабо-кислый диапазон, который в норме должен быть у нас между 4,5 и 5,5 pH, мы должны поддерживать какими-то мягкими средствами, которые будут это подкислять. Что мы для этого можем делать? Мы можем использовать средства уходовые с кислым pH, ну, имеется в виду pH, который там в районе 3,5-4, то есть не совсем уж прям кислый, вот, но где-то именно, чтобы можно было в регулярный уход брать средства. Это, например, цитрусовый пектин в нашем пектиновом геле, вообще самый дешевый экономичный вариант. Более того, цитрусовый пектин после лета, но его и летом можно использовать, потому что он не фототоксичный, вот, и можно продолжить зимой, например, использовать, ну, осенью, потому что он мягенько будет немножечко осветлять. Он, конечно, не будет работать так сильно на пигментацию так быстро, как, например, средства с коевой кислотой, такие, как, например, наша сыворотка новая Brightening Skin, но мягенько и потихоньку можно, соответственно, использовать. Сейчас отвечу, Наталья, на вопрос. Вот, и, соответственно, если продолжить тему окисления, то АХ-кислоты в небольшой концентрации, это, естественно, тоник наш с АХ-кислотами, например, на вечер можно его взять в осенний-зимний период, можно использовать не каждый день, например. Можно взять сыворотку Альфа-Дерм с миндальной кислотой, другими АХ-кислотами, и, собственно, вот эти средства использовать в регулярном уходе. Значит, вопрос следующий от Натальи поступил. Очень довольна вашей сывороткой СтопАкне, теперь не знаю, куда девать гель для жирной кожи и пектиновой. Смотрите, ну, СтопАкне – это, в общем-то, лечебный препарат локального нанесения, то есть мы мажем фактически те участки, на которых есть прыщи, да, то есть или Т-зону всю, или там целый лоб, целый подбородок, ну, в общем, или все лицо, то есть прыщи расположены воспалительные элементы хаотично, вот, там азолаиновая кислота, там себе регулирующий комплекс цинт-магни-медь, там есть депантенол, который позволяет этим воспалительным элементам быстрее разрешаться и заживать, но это, в общем-то, лечебный препарат, там 10% азолаиновая кислота. А вот гель для жирной кожи и пектиновой – это уходовые гели, ну, и более того, это, в общем-то, аппаратные гели, то есть их, ну, пектиновые часто используют в программах ухода за проблемной кожей, то есть именно как увлажняющее средство, которое, как правило, наносит на ночь, уже после стоп-акне. Вот, а гель для жирной кожи, на самом деле, чаще всего берут в кабинет для того, чтобы делать процедуры различные аппаратные, физиотерапевтические пациентам, у кого проблемная кожа. Ну, то есть пришла девочка 25 лет, там, или 28 лет, перед свадьбой, например, вот, ей нужно сделать курс микротоковой терапии, тот же самый, или, допустим, у нее безвожная кожа, там, допустим, какие-то еще процедуры поделать, да, и, собственно, как контактный гель, но с активами, мы, допустим, ей возьмем в 25, там, 28 лет не антивозрастной гель Нео, да, а возьмем гель для жирной кожи, чтобы заодно себе регулирующие компоненты, там, гомомелис и фукс поработали, ну, и плюс процедуру мы эту можем по нему сделать. Вот, иногда гель для жирной кожи берут как демотен, ну, то есть он фактически похож по составу на демотен, только там серы немножко меньше, а сиборегулирующих компонентов больше, то есть демотен их нет, там есть гиалурон, кало и серы, противоспалительный компонент. А в гель для жирной кожи есть растительные экстракты сиборегулирующие и небольшая профилактическая доза серы. Вот, и, соответственно, его берут, ну, вот, грубо говоря, как увлажняющее средство, например, как демотен, вечером, например, используют или используют для того, чтобы кожу увлажнить, которая пересушена всякими средствами лечебными, которыми лечат окне, да, ну, фактически как демотен используется для ухода за проблемной кожей с целью успокаивающего эффекта увлажнения. И поэтому его можно применять вот таким образом, и тот, и другой пектиновый еще и осветляет немножко и подкисляет. Вот, можно использовать пектиновый, кстати, как маску для холодного распаривания, просто он жиже будет, конечно, чем энзимный пилинг и будет чуть, может быть, менее активно разрыхлять, но если он уже есть, его девать некуда, его можно спокойно носить чуть более толстым слоем, вот, накрывать сразу пленочкой или пленочной маской или обычной пленкой пищевой. И 15 минут те же самые выдержать его, и после этого можно там комедоны какие-то выдавить, там, в общем, чистит кожу, в принципе, разрыхляет неплохо сам цитрусовый пектин, потому что такой же цитрусовый пектин у нас в энзимной маске, как основа. Вот, а гель для жирной кожи, его, в принципе, ну, как маску, как увлажняющую маску очень толстым слоем с нанести, он будет работать как увлажняющая маска. Конечно, он вряд ли увлажнит так сильно и улучшит цвет лица, как, например, маска Аквудовольства, которая для этого изначально предназначена. Вот, но, в принципе, можно как-нибудь пристроить, можно сказать, да. Еще можно, если хотите, как маску использовать гель, например, для жирной кожи, можно поступать по такому же принципу, как вот я люблю делать с гелем для сухой и нормальной кожи, лосьонным концентратом, то есть делать из геля и активного тоника масочку одноразовую. Вот, для этого вы берете вот такую вот маску, сейчас вам покажу, вот такую вот, как вот мы делаем. Ну, вы, наверное, Наталья, тоже делаете, скорее всего, эту маску. Мне кажется, кто с кельтеком давно работает, тоже пользуется всегда ей, этой схемой, да. То есть мы наносим гель, потом наносим такую масочку, пропитываем тоником. В данном случае здесь как раз оптимально взять уже, конечно, не лосьон концентратное, а тоник для жирной проблемной кожи и сделать вот такую вот, как тканевую масочку. То есть мы ее не одноразовую купили, а сами просто на лице ее в режиме реального времени сделали. Вот, и может она лежать как под полотенчиком, соответственно, чтобы был такой более такой эффект компрессы, либо просто без всего, просто пока чуть-чуть будет испаряться, охлаждать кожу, чуть-чуть подстягивать поры вот этот вот тоник, да, из маски, и будет впитываться, например, активные компоненты будут впитываться в кожу более интенсивно из самого геля. Вот, то есть можно вот такой вариант, Наталья, если вот мой ответ вас устраивает, напишите. Можно так попробовать. Но вот пектиновый я бы все-таки в регулярный уход использовала и как средство для холодного распаривания, а гель для жирной, ну, вот таким макаром можно, как вариант. Вот, едем дальше. Что касается кислот, да, пару слов хочу уделить кислотам. Кислоты, естественно, АХ-кислоты, это самые их известные варианты, да, это гликолевая, молочная, там, винная, допустим, яблочная кислота. Вот все эти кислоты, весь этот комплекс входит как раз в наш тоник с АХ-кислотами. И он же входит, всегда, пожалуйста, и входит он же в, например, в виде 5% вот этого комплекса, входит в альфадерм. Вот, миндальная кислота, ну, то есть АХ-кислоты, они как раз работают и как кератолитики, и как увлажнители, особенно молочная кислота. Вот она даже входит в натурально увлажняющий фактор кожи. Они способствуют регенерации, ну, естественно, не в большой концентрации при низком pH, как пилинг, а именно когда вот регулярное такое воздействие идет. И они могут как раз в небольшом проценте входить в состав и тоников, и каких-то сывороток, которые предназначены либо для гиперкератозной, либо для проблемной, либо для возрастной кожи. Миндальная кислота, она, это не совсем АХ-кислота, ну, как бы, по сроку, не классическая АХ-кислота, а это оксикислота альпофильная, она, кстати, с родством к дриглицеридам кожного сала имеет. Она, в принципе, довольно-таки крупная по размеру, поэтому она не проникает сильно глубоко, вот, и не повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. Ну, как я уже говорила, зависит, конечно, от подхода, да, если позагорать, намазаться сывороткой с миндальной кислотой и выйти там на солнце или там в этот период не пользоваться СПФ, конечно, и она может поспособствовать возникновению пигментации нежелательной, но если с умом все делать, то ничего такого не будет. И, конечно, эти кислоты как раз хороши и как подготовка к более агрессивным пилингам, и как, собственно, в составе, собственно, пилингов, и вот в классическом рутинном уходе в виде тоников и сывороток. БХ-кислоты, то есть как бы, ну, салициловая кислота, она может быть и как в виде препаратов уходовых, и как в виде тоников, и может быть даже в виде пилингов, но там уже ее будет больше, и это уже будет такой довольно-таки агрессивный вариант, как правило, спиртосодержащий. Вот, и производные салициловые кислоты, то есть липогидроксикислота, то есть она как салициловая, да, но еще с дополнительной липофильной цепочкой. Она считается чуть более мягкой, используется зачастую в каких-то сыворотках, лосьонах и тониках, и тоже дает такой, ну, не так сильно выраженный эффект растворения кожного сала, то есть и немножечко отшелушивает. Полигидроксикислоты, лактобионовый, глюкон-лактон, они считаются мягче, чем АХ, и, в общем, в принципе, часто встречаются в тониках, кремах и в сыворотках. Ну, в пилингах они, ну, скажем так, малоэффективны, как правило, они добавляются туда, ой, я бы сказала, для красоты, наверное. Ну, это мое, наверное, такое мнение, все-таки там будут работать более сильные кислоты, если это пилинг, а эти будут, в общем, так, как бы, как вспомогательный компонент. Вот, ну, то есть, вот такой вот вариант. Ну, либо это совсем какой-то нежненький должен быть пилинг. Фероловая кислота, она, как представитель оксикоричных кислот, то есть, и она не столько, как бы, в нашем понимании, кислота отшелушивающая, кератолитик, она очень мощная антиоксидант. Как я уже говорила, в сыворотке, например, ее может быть менее 1%, она будет работать именно как антиоксидант, а в пилинге ее может быть, допустим, 5-7%, и она будет работать и антиоксидантом, и, собственно, проявлять кератолитические свойства, то есть, отшелушивать кожу. Азолаиновая кислота, это как раз больше к проблемной коже имеет отношение, то есть, противоспалительные эффекты, соответственно, она предотвращает пигментацию, но я об этом уже говорила вот только что. Вот, и единственное, что надо понимать, что, например, если у нас, например, солнечная пигментация, да, у нас там, поставоспалительная какая-то пигментация, и сама пигментация более поверхностная, то есть, когда у нас много самого пигмента меланина, но не увеличивается количество самих меланоцитов, да, который, собственно, его содержит, то здесь она будет работать очень хорошо, как антипигментное средство, но, как правило, как антипигментное, азолаиновая одна не используется, она все равно в комплексе с чем-то работает. Вот. Но если, например, увеличено количество самих меланоцитов, то есть, как правило, это лентига, ну, веснушки, да, которые там чуть ли не с детства, да, у человека присутствуют, это какие-то дермальные пятна, в том числе и которые под воздействием солнца возникли, и посттравматические, то она может, например, конечно, не взять такую пигментацию, ну, и 100%, например, лентига не возьмет, вот, и с лентига, с веснушками надо быть очень осторожным, потому что если у человека веснушки, то они от природы имеют такой рыжеватый теплый оттенок, а если их начать иной раз отбеливать какими-то сильнодействующими осветляющими компонентами, они могут начинать приобретать такой сероватый оттенок, и это уже смотрится не очень хорошо, то есть лучше пусть натуральные будут рыженькие веснушки у рыжей девочки, красивой такого ирландского типажа, вот, нежели они будут сероватый оттенок приобретать, и, в общем, кожа тогда, ну, не очень здоровый вид будет иметь, поэтому как раз если есть веснушки, ну, я бы не стала их вот пытаться постоянно дербанить какими-то отбеливающими компонентами, потому что они могут просто изменить свою окраску. Вот она, конечно, восстановится потом с временем, когда пройдет 1-2-3 цикла обновления кожи, но, в общем-то, не всегда хорошо. Ну, и плюс изолазиновая кислота, естественно, является профилактикой фолликулярного гиперкератоза и снижает активность социальных желез. Вот, отбеливающим компонентам, что мы ищем в составе, когда нам нужно с пигментацией поработать. Естественно, классические антипигментные компоненты, ингредиенты, это коевая кислота и арбутин. Гидрохинон сейчас, естественно, не используется в основном, мало того, что он токсичный, вот так он еще в большинстве стран запрещен. Вот, коевая кислота, она и как антиоксидант работает, и отбеливает, ингибирует терзиназу, она не является такой, как бы, токсичной, она не является, ну, сильно фототоксичной, ну, как я уже говорила, не надо с ней на лице на солнце идти. И когда ее используют, нужно просто пользоваться SPF. Тогда ее можно даже использовать и в летнее время, ну, и при условии, что вы не находитесь подолгу на активном солнце и не ходите загорать. Вот, соответственно, арбутин тоже ингибирует терзиназу, он, в общем-то, в некотором роде аналоге гидрохинона, только более безопасный. И азлоиновая кислота тоже является компонентом, в общем, который способен осветлять кожу. Кроме того, естественно, ретинол и неоциномит в некотором роде, да, ретинол сильнее, неоциномит у него своих, много других свойств, но осветление в том числе. Витамин С. С витамином С всегда вопросов возникает достаточно много, потому что он в разных формах существует. Мало того, что они разные по стабильности, то есть кислая форма или аскорбик эсид, она нестабильная, она очень мало хранится. Ее, как говорится, в средствах, если она есть, то, наверное, срок хранения такого средства не должен превышать 3, ну, может, максимум 6 месяцев, но и лучше всего, чтобы она была в каком-то двухфазном средстве, то есть чтобы ее прям непосредственно перед употреблением можно было в сухом виде развести каким-то активатором и после этого нанести на кожу. Тогда лучше всего она работает. А стабильные формы витамина С, то есть аскорбилглюкозит, содиум аскорбилфосфат, магнезиум аскорбилфосфат, тинолитил-3-оэтилоскорбикэсид, то есть эстерси, вот витамин С, то есть они все стабильные, они не разрушаются так сильно на свету, их можно использовать в дневное время, ну, при условии, конечно, что вы какой-то средств СПФ используете поверх. И главное, что стабильные формы витамина С, которые больше несут антиоксидантную нагрузку, чем являются пилингующим агентом, каким является, например, элиоскорбикэсид, вот, они не требуют большой высокой концентрации в составе средства и не требуют кислого ПАЖ. А это очень важно, потому что элиоскорбикэсид требует кислого ПАЖ меньше 4 или 3,5. Соответственно, ее лучше наносить по вечерам и, естественно, не в период активной инсоляции. А вот стабильные формы, их можно использовать практически круглый год, ну, летом под защитой СПФ, и она не требует большой концентрации. Там 1-2%, например, аскорбилоглюкозиды вполне справляются со всеми функциями, возложенными на витамин С в любом активном средстве. Пептиды еще относятся к... тоже есть отбеливающие, не все, конечно, есть несколько видов пептидов, которые работают как раз с пигментацией, они, как правило, являются похожими на меланцид, стимулирующий гормон, например, воздействуют на рецепторы меланоцидов, например, пытаются их ингибировать. И есть такие пептиды, как, например, пептид меритаем и пептид меланостатин. Вот пептид меланостатин-5 как раз в нашей сыворотке Brightening Skin из серии Whitening есть, и он там работает в комплексе с коевой кислотой, с неоцинамидом, с сетамином С и с экстрактами солодки. Вот, то есть... Ну, и ретинол, не буду там подробно о нем останавливаться, слушай, я дальше про него еще расскажу. Вот, тоже обладает, конечно, осветляющими свойствами, но как монопрепарат именно для уменьшения пигментации я бы ретинол не стала использовать, потому что ретинол есть свои нюансы и применение, и плюс все-таки это больше антиэйдж вариант, чем просто сугубо селективно антипигментный. Вот, по поводу ретинола хочу напомнить правила использования его, потому что ретинол, опять-таки, тоже как витамин С, ретинолу рознь, и, например, обычные эфиры ретинола, которые мы, как правило, видим в составе косметического средства в конце вот этого всего списка, да, ингредиентов, эти эфиры, ретинол, пульметат и ацетат, они не являются активным ретинолом, чтобы им стать активными, им нужно преодолеть много-много шагов до превращения в ретиноевую кислоту, и, как правило, они не успевают этого сделать, и, в общем-то, концентрация их тоже небольшая в косметических средствах, как правило, бывает, их добавляют с целью антиоксидантного эффекта, как на кожу, чтобы они как антиоксиданты работали, так и чтобы само средство косметическое, они защищали от окисления. Вот, поэтому, если мы имеем в виду активный ретинол, а это именно либо чистый ретинол, либо его производный ретинальдегид, потому что ретинол и кислоту мы не можем официально использовать в косметических средствах на территории Российской Федерации, потому что это только лекарственные препараты могут его содержать, то есть ретиноевую кислоту, третинаин, например. Вот, а косметические средства могут содержать ретинол или ретинальдегид. Например, в других странах, например, в Индии, если не ошибаюсь, в Испании, там в аптеке можно купить косметическое средство с третинаином, что, собственно, многие и делают, но не всегда это нужно. Собственно, ретинол, чистый ретинол, особенно липосомальный ретинол, такой активный в липосомах, инкапсулированный, его называют, который как раз у нас в сыворотках ретидерм 0,25 и 0,5 находится, он работает, в общем-то, ничуть не менее агрессивно, чем третинаин, конечно, менее по, что касается побочным эффектам, но, в общем-то, ничуть не менее эффективный. Просто, да, агрессии меньше, да, может быть, эффекта мы будем чуть больше ждать, но в то же время не будет такого, так сказать, такой агрессии на коже, не будет такого сильного нарушения как гидропитного барьера, так и чувствительности кожи, повышения, шелушения, ну, в общем, фактически, если мы начинаем пользоваться ретинаином, особенно если взяли не сразу самую маленькую концентрацию, то, к сожалению, эффект будет как после пилинга иной раз. Поэтому ретинол мы используем как активное средство, средство, то есть с ретинолом или ретинальдегидом, и правила для него, а также для синтетических ретиноидов, которые используются для лечения акне, адаполен у нас чаще всего используется, но за границей есть зарегистрированный тазаратен, кстати, тазаратен, по-моему, у нас тоже какой-то препарат уже сейчас то ли регистрируется, то ли уже зарегистрирован. И, собственно, здесь все правила нужны. Чем отличишь липосомальный ретинол от других форм? Смотрите, липосомальный ретинол это лишь только система доставки, то есть он в капсулах в общем-то лецитиновых находится. И он просто не так сильно раздражает кожу при нанесении, и в то же время он может чуть глубже проникать. поэтому летом его, конечно, смотрите, по поводу применения летом ретинола, тут, конечно, нет однозначного запрета, что его нельзя применять летом, потому что есть, как я уже многократно говорила на вебинарах тоже, что есть страны, где просто нет зимы такой, как мы привыкли, да, то есть, например, в Израиле или где-нибудь там в Калифорнии, в Майами, там, ну, постоянно индекс ультрафиолетовый не ниже 4, да, опускается. И поэтому там используют и пилинги, и ретинол активный, например, в израильской косметике там то же самое, которая там на территории продается, ну, и профессиональная косметика всем известна, Холиленд, Джиджи и так далее, вот, там тоже есть средства с активным ретинолом, и, в общем-то, люди им прекрасно пользуются, есть ретиноевые пилинги, те же самые, но просто они очень тщательно защищают при этом кожу от солнца, вот, поэтому я не сторонник запрета однозначного применения ретинола летом, но просто надо понимать, что если мы идем на пляж, или мы гуляем часто на солнце, или мы на даче там где-то отдыхаем, и тоже под солнцем, то, конечно, я бы ретинол применять не стала, а если мы работаем в офисе все лето, да, условно говоря, и защищаем кожу от солнца тщательно, то есть мы идем в каком-то головном уборе, или, в общем, на работу, да, или засветло, и возвращаемся затемно, и, кроме того, мы не выбегаем на балкон даже развесить белье на 5 минут без защиты на лице СПФ, то мы можем ретинол использовать по вечерам, летом, вот, но при этом здесь нет разницы, липосомальный он будет, или он будет просто чистый, свободный, у нас, например, в ретидермах есть и тот, и тот, то есть там есть большая часть, грубо говоря, три четверти из всего вот этого комплекса ретинолового будет липосомах, и часть вообще свободный ретинол, поэтому здесь как раз именно защита от солнца важна, потому что мало того, что ретинол может чуть повышать фотосенсибилизировать кожу, да, то есть она будет более чувствительна к ультрафиолету, но это даже не настолько наиболее критично, как вообще то, что солнце сам ретинол разложит прямо на коже, да, оно будет прооксидантную функцию выполнять, то есть здесь нужно просто защищать кожу от ретинолета тщательно, ну и ретинол, конечно, у него есть правило, то, что его наносить над вечером, да, утром его использовать нельзя, вот, но это не относится к средствам, которые содержат ретинол, полиметат или ацетат где-нибудь в конце списка, и они выполняют там роль антиоксиданта, вот, поэтому отличие главного липосомального ретинола других форм от обычного, от чистого, да, не от других форм, а от чистого ретинола, только в транспортной системе, и в том, что, возможно, от него меньше человек будет шелушиться, или там у него повышается чувствительность кожи, ну, чуть менее агрессивно будет воздействовать на кожу, но все равно он будет, вот, и можно пошелушиться, и чувствительность кожи может повыситься, вот, особенно если концентрация большая, поэтому, если кто никогда не пользовался ретинолом, начинайте всегда с 0,25, 0,5 не надо брать сразу, вот, а потом уже там месяца два попользовались 0,25, и можно тогда уже переходить на 0,5, или там 3 месяца, ну, то есть, грубо говоря, можно использовать полосени и начало зимы 0,25, потом до, там, грубо говоря, до марта месяца использовать 0,5, и дальше уже, например, на лето его отменить, вот, соответственно, особенности применения ретиноловые средства, ретинол содержащие, с активным ретинолом запрещены при беременности и планировании, но это не потому, что там 100% человек намазался кремом, и что-то будут какие-то проблемы у плода, здесь как раз вопрос именно в том, что пероральные формы ретинола запрещены, потому что у них доказан тортогенный эффект, ну, и, соответственно, никто в здравом умении будет на беременных тестировать даже топические формы, а у, например, каких-нибудь мышей, допустим, на которых тестируют фармкомпании ретинол, пероральный и даже топический, при большой концентрации попадающей в кровь ретинола, они могут там вызвать проблемы у их мышиного плода, естественно, кто же будет проверять на людях, не будет, вот, поэтому, соответственно, здесь просто превентивно нежелательно средства, содержащие ретинол при беременности и планировании начинать использовать. Если случайно человек намазался кремом с ретинолом или даже пилинг ретинол его сделал и при этом через несколько дней обнаружил, что у него две полоски, то это не повод прерывать беременность, вот. Значит, используется ретинол вечером, используется он в небольшом количестве, потому что если очень много нанести, тоже можно побочных эффектов достигнуть быстрее, чем хотелось бы, вот, и поэтому на лицо наносится порция величной из горошинка, условно говоря, ну, из шеи декольте еще одна горошинка. Наносится ретинол строго на сухую кожу, соответственно, это должна быть кожа после умывания и протирание тоником должно пройти 20-30 минут в идеале. Естественно, более жирной кожи, она и минут через 15 уже можно спокойно наносить ретинол, более сухая кожа лучше полчаса подождать, но тут суть не в том, чтобы, естественно, на влажную кожу если нанесем, тоже, опять-таки, он более агрессивно будет воздействовать, но тут дело даже не во влажной коже, чтобы кожа успела выработать своего кожного сала немножко собственного и тогда агрессия ретинола будет не так интенсивно выражена. Поэтому это правило сухой кожи, я так его обозвала. Не наносить, естественно, на поврежденную кожу и чувствительные участки, естественно, несколько дней перед повреждающими процедурами не использовать, не использовать его сразу в тот день, когда вы сходили в баню или там поскрабились в ванной чем-нибудь, или использовали какое-то отшелушивающее средство. В этот день лучше не использовать. Вот даже тоже интенсивную маску легкую, мягкую, вы, допустим, в ванной посидели, там сделали маску энзимную, там что-то там подшелушивали себе, подавили, не надо в этот день использовать ретинол, используйте его лучше на завтра. Вот, лучше в этот день что-то успокаивающее, восстанавливающее использовать, как в завершении процедуры. Вот, ретинол имеет прогнозируемые побочные эффекты, о которых я говорила, то есть повышение чувствительности кожи, иногда шелушение, нет ничего страшного, когда человек начал использовать ретинол и он умывается водой, у него кожа пощипывает, он наносит свой привычный крем и у него пощипывает. Если, конечно, начинает уже прям краснеть и дискомфорт, надо просто уменьшить кратность или количество на синий ретинол. То есть вы использовали его, допустим, уже через день, начала кожа вот так реагировать, вы, допустим, опять вернулись к 3 дням в неделю, например. Или вы начали использовать 3 дня в неделю и все равно у вас кожа начала, реагировать, более реактивной стала, вы, значит, убираете на 2 раза в неделю и контролируете горошину, все-таки вы наносите или такой внушительный шлепок. Поэтому убираете еще количество немножко и тогда все нормализуется, постепенно вот эти побочные эффекты уйдут, потому что суть ретинолова в том, что сначала эпидермис истончается, он интенсивно начинает отшелушиваться, молодые керотиноциты начинают образовываться на базальной мембране, а потом он, естественно, так как молодые начинают образовываться, он начинает утолщаться, вот когда он уже утолщится, кожа становится более упругой и уже эти побочные эффекты нивелируются и она уже спокойно воспринимает, уже можно переходить на следующую концентрацию ретинола более высокую. Это что касается ретинола. Ну, естественно, смягчающие всякие средства увлажняющие, они побочные эффекты минимизируют, то есть если мы, допустим, чувствительность повысилась, кожа там шелушится, можем взять, например, днем наносить барьерный гель церамид скинсейвер, который будет восстанавливать, ну, немножко так, как барьерную функцию такую имитировать, и церамиды будут восстанавливать быстрее гидролепидный барьер. Если наоборот, кожа грубая и хочется быстрее отшелушиться, быстрее, чтобы он подействовал, то иногда добавляют кислоты в уход, но не в тот день, когда мы наносим ретинол, а, например, чередуют их. То есть кислоты имеются в виду слабенькие, то есть, например, тот же альфадерм, то есть мы три раза в неделю используем ретидерм, мы хотим, чтобы кожа грубая, быстрее стала более нежной, отшелушилась, и мы можем добавить еще пару раз в неделю альфадерм, например. Но это уже такие тонкости, которые, ну, как я говорю, для продвинутых пользователей, то есть, когда человек только знакомится с ретинолом, лучше, чтобы все остальные средства в уходе были максимально мягкие, восстанавливающие, увлажняющие, смягчающие и так далее. Если мы хотим смягчающий крем нанести после ретинола, то мы это делаем через час после нанесения ретинола. А так вообще он любит соло-партию исполнять, да, и мы просто вечером умываемся, ждем там после умывания тоника полчаса, наносим ретинол и больше ничего не наносим. Вот. Соответственно, к ретиноевым пилингам тоже можно готовить на ретинолом, но в данном случае, если вы готовитесь к ретиноевому пилингу после консультации со специалистом, но это я так говорю, потому что мы сейчас на вебинаре все специалисты в основном, а смотреть на ютубе нас могут быть обычные люди. Вот. Поэтому, если мы консультируемся с драматологом для того, чтобы потом использовать ретиноевый пилинг, да, и хотим предподготовку сделать, то мы в течение месяца используем, например, сразу 0,5, чтобы кожа быстрее ретинизировалась, под контролем вашего специалиста, драматолога, косметолога. Вот. И там действительно могут по бочке сначала пойти сильные, потом они могут чуть-чуть минимизироваться, в этот момент их, можно сказать, добивают пилингом желтым, да. Вот. Но здесь уже свои нюансы. То есть для предпилинговой подготовки ретинол наш тоже можно использовать. Вот. Ну и про сочетание. Я уже, в принципе, много слов на эту тему сказала, как бы просто здесь слайдик такой обобщила на нем, что если кислоты и пептиды мы сочетаем, то кислоты и пептиды в одно нанесение не нужно употреблять, да, нужно просто наносить кислотное средство в другое время суток, чем пептидное желательно, да. Если вдруг прямо существует, ну, прямо острая необходимость у вас тоник, допустим, со слабокислым ПАШ или там с небольшим процентом кислот и другого тоника нет и вы хотите утром, допустим, его использовать, а после него использовать пептидную сыворотку, то просто подождите полчаса хотя бы после тоника, чтобы свой ПАШ кожи уже, который заведомо выше четырех, восстановился и тогда после этого можно безопасно уже нанести, например, сыворотку 5 пептидов и наши пептиды, например, мерлоксанты в ее составе наиболее критичные к ПАШ, да, они не пострадают. Вот, если мы хотим сочетать, усиливать отбеливание, да, то мы можем, например, брайтнинг-скин дополнять тоником с ахакислотами, можем там, допустим, почаще там не один раз, а два, раза в неделю делать энзивную маску, чтобы ускорить процесс отшелушивания, да, мягко, можем пилинги делать, да, допустим, наши, например, всесезонные с миндальной кислотой, с молочной, с ферруловой, сделать курс пилингов, например, тогда мы просто ускорим этот процесс и у нас отбеливание быстрее просто, возникнет отбеливающий эффект. Вот, ну и ретинол, это вечерний, как я выразила, солист, то есть он не любит компанию никакой особо, ну, разве что какой-то питательный крем спустя час после его нанесения. Естественно, тоник кислотный, перед ним тоже не надо использовать процедуру, я уже говорила. Вот, мифы, да, то, что кислоты, ретинол нельзя вместе, в целом это миф, но я уже, как бы, когда была на предыдущем слайде, я объяснила, как это делается, да, то есть когда кожа очень грубая, гиперкератозная, их можно сочетать, просто ни в одно нанесение, но это уже, как говорится, для таких вот пользователей опытных. И после ретинола миф такой есть, что нельзя беременеть там несколько лет, ну, на самом деле нет, потому что у него достаточно небольшой период полувыведения, просто, естественно, если человек, например, в нороукутане, то, конечно, рекомендуется после курса, когда он завершен, там, хотя бы там два-три месяца подождать, прежде чем планирует беременность, но на самом деле, если она случайно наступила, например, а курс уже закончен, то опять-таки, естественно, просто надо в известность поставить акушерогинеколога, что такое произошло, более критично относиться к скринингам, вот, но, в общем, если курс уже закончен, то, в общем, в целом, возможно, что и риск небольшой. Вот, сколько времени выдерживать после тоника при нанесении ухаживающее средство, спрашивает Наталья, на самом деле, если тоник, если средство не является ретинол содержащим, то можно практически сразу наносить. Вот, и если, естественно, тоник кислотный, а вы наносите пептиды, например, то ждем полчаса, просто, чтобы PH восстановился, повысился, ну, после кислого тоника, и чтобы пептиды не разложились на коже, ну, чтобы они все-таки подействовали, а так, в принципе, сразу после тоника мы любые сыворотки, более того, например, сыворотки интенсивно увлажняющие, такие, как, например, интенсив омоложение, вот, всякие гели, вот эти вот наши, тоже с высокой такой степенью увлажнения, их прям можно на чуть влажную тонику кожу наносить, это будет даже лучший эффект, то есть увлажняющие на чуть влажную, пептиды не после кислоты, и ретинол через полчаса после тоника, вот, наверное, основные правила. Вот, отбеливание, соответственно, можно использовать круглый год, оно не фототоксично, это тоже миф, вот, и, в общем, конечно, есть средства разные, отбеливающие, опять-таки, вот наш пектиновый гель, да, он вроде бы как бы отбеливает, осветляет немножко кожу, да, хотя он не является прям отбеливающим средством, его, конечно, можно круглый год, потому что там нет компонентов, которые могут являться фототоксичными, а, например, средства, содержащие тот же самый, коевую кислоту, арбутин и прочее, которые могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолету, нужно с осторожностью использовать. Ну, во-первых, круглый год, оно не нужно использовать, надо дать хотя бы какую-то передышку коже, вот, но если мы используем даже потенциально не фототоксичные компоненты, мы должны понимать, что не фототоксичные они только могут быть в том случае, если солнце не попадает на кожу в большом количестве, да, то есть если мы ее защищаем, если индекс инсоляции превышает там цифру 2 или 3, в прогнозе погоды. Во все остальное время мы можем действительно усилить чувствительность кожи к ультрафиолету и получить вместо антипигментового эффекта, наоборот, нежелательную пигментацию. То есть здесь надо смотреть просто на состав средств и так далее, поэтому когда люди говорят, что любое отбеливание, пожалуйста, можно круглый год, это не фототоксично, то надо, конечно, смотреть состав, и надо понимать, что оно не фототоксично под прикрытием СПФ, механических средств защиты и вообще избегания нахождения на солнце. Вот, по препаратам сейчас пробегусь, и в заключение про акне. Вот, что у нас в Гельтек появилось, есть на эту тему, да, вот здесь как раз меня порадовало то, что достаточно много средств, которые аналогичная тема, разбиравшаяся в прошлом году и позапрошлом, их не было, а сейчас они, наконец-то, есть, и уже даже долгое время некоторые, в общем, по крайней мере, около года существуют, люди им пользуются. В первую очередь, конечно, это появление еще более высокой концентрации ретинола, то есть ретидерм 0,5 у нас появился, то есть есть на что заменить 0,25, и у нас сейчас в разработках как раз однопроцентный ретинол. Начинаем клиническое испытание, потому что осенью его можно тестировать, только, естественно, тестируется он на тех, кто уже пользовался 0,25 и 0,5, например, нашими или каких-то других фирм, то есть сразу 1% никто не может на себе тестировать. Постепенно концентрация увеличивается, вот, и, соответственно, можно как раз использовать ретинол в осенний-зимний период. Это очень интересный такой вариант для как раз антивозрастного действия, в первую очередь. В наших ретидермах обоих похожий очень состав, то есть там 3% неоцинамида, аскорбилглюкозид, кстати, наличие нецинамида в такой достаточно высокой концентрации, оно делает ретидерм очень привлекательным как раз для пациентов не только, ну, со всеми типами кожи и возрастными признаками, да, а особенно для тех, у кого возрастная, но жирная и комбинированная кожа со склонностью к воспалениям, ну, которые, может быть, не активные в данный период, да, потому что если воспаление активное, их лечит препаратами медицинскими для лечения акне, ну, просто склонность к эпизодическим воспалениям и так далее, и к расширению пор, такими атоничными порами, и с какими-то сосудистыми проблемами. Вот неоцинамид позволяет эти проблемы минимизировать, решить, ну, то есть помочь в этой ситуации, и меньше становится воспалений, сосуды укрепляются еще, помимо всего прочего, и, собственно, неоцинамид регулирует выработку кожного сала, ретидерм-то снижает, в смысле, ретинол снижает выработку кожного сала немножко, но и неоцинамид ему помогает в этом, и поэтому, например, жирная и комбинирная кожа, они особенно любят, вот, пациенты с такой кожей, ретинол наш, потому что он не просто ретинол, а еще и в комплексе имеет два активных компонента, которые решают еще параллельные проблемы. Вот. Лена спрашивает, для лица с обильными веснушками, какой наиболее декадный уход с кислотами, с ней целый отбелит, только отшелушить. Вот лучше альфадерм, чем brightening skin, в данном случае, если веснушки. Вот. Потому что альфадерм с миндальной кислотой, он не будет эти веснушки делать серыми, а он будет как раз работать с гиперкератозом. И энзимную маску, допустим, раз в неделю делать. Это вот именно такое вот мягкое отшелушивание. Вот. Если нужно сделать курс пилингов, то, опять-таки, возможно, предпочтение лучше отдать более поверхностным, а-ля там наши сезонные какие-нибудь аналоги, которые, в общем, содержат там миндальную кислоту, молочную кислоту, там, и так далее. Вот. И не, как говорится, например, не делать что-то, то, что вроде бы пигмент не уберет, а вроде его сделает таким не очень приятным на вид. То есть, что-то мягенькое. Причем, в данном случае, можно, например, тот же альфадерм использовать не каждый день, да, то есть не ежевечернее, а использовать его, например, 2-3 раза в неделю как вспомогательное средство. То есть, один раз в неделю, зимную маску сделать, там, глубокое очищение кожи. Вот. Альфадерм использовать 2-3 раза в неделю, а все остальные дни, например, взять там интенсив омоложение или там пептидный сыр. Ну, зависит от того, сколько лет девушки, какие еще проблемы нужно решить. Потому что бывают девушки 25 лет, а бывают девушки 55 лет. Вот. Это совсем разные девушки. Вот. И у их обеих могут быть веснушки. Вот. Значит, едем дальше. Из кислотных препаратов тоник с ахокислотами. Кстати, можно использовать аленый тоник в уходе. Там совсем небольшая концентрация кислот. Но тоник этот хорош, ахотоник наш с ахокислотами, еще и очень хорош, если кожа склонна к воспалениям. Если, например, очень сухая чувствительная кожа, то не факт, что он нужен. Можно взять какой-то более нейтральный тоник. Вот. Тоник с ахокислотами. Энзимная маска содержит молочную кислоту 5%. Обновляющий флюид альфа-дерм, как я уже говорила, содержит миндальную кислоту и комплекс ахокислот отдельно. Пилинг у нас с кислотами миндально-молочной фируловой. Вот, в принципе, наши кислотные средства. А еще у нас есть такая хитрая штука. Это вышел у нас в серии Боди гель с молочной кислотой, тоже с небольшой концентрацией. Гель очищающий для интимной гигиены. Вот. И, в общем, его можно использовать не только для интимной гигиены, его можно использовать при проблемной коже, например, как кислую умывалку. То есть он очень нежный, он на базе нашего очищающего геля сделан, просто там еще добавлен экстракт солодки. И там молочная кислота, которая дает вот этот вот ПАЖ оптимальный для, собственно, интимной гигиены женщин. И при этом очень хороший для, например, проблемной кожи в качестве кислой умывалки. Например, несколько раз в неделю умываться кислым средством иногда полезно для проблемной кожи. Вот. Соответственно, в отбеливающие средства я бы поставила в эту группу гель пектиновый. на первое место не по эффективности, а просто по старшинству, наверное. Вот. Он давно уже производится. Там пектиновый вот этот компонент, цитрусовый пектин, он дает легкий осветляющий эффект, а так в целом гель, в общем, дает глубокое увлажнение, очень хорошо как бы восстанавливает кожу. И, в принципе, его чаще всего за счет того, что у него кислый ПАЖ используют в программах для проблемной кожи, просто как ухаживающее средство. Вот, например, на ночь. Сыворотка стоп-акне, она тоже несет немножечко отбеливающую нагрузку такую, но, естественно, не прямо отбеливающий препарат, а это как раз параллельный ее побочный бонус, когда мы занимаемся профилактикой лечения акне, и заодно предотвращаем постоспалительную пигментацию или осветляемую. Отбеливающая сыворотка Brightening Skin это самый мощный отбеливающий препарат, который у нас есть, и обновляющий флюид Альфадерм, который больше работает с гиперкератозом и с спалениями, и с покраснениями, нежели чем отбеливает, но тоже, конечно, кожу осветляет. Вот, антиоксиданты у нас самое большое количество витаминов в гелитонизирующем витамины АЦЕ, в антиоксидантном коктейле Vitamatrix, но это все все-таки все равно небольшие концентрации, гелитонизирующий больше для аппаратных методик подходит, крем-антиоксидантный коктейль это, в принципе, дневное средство со светоотражающими частичками, то есть это не активная сыворотка, а крем больше. Вот, хоть и содержит витамины, но скоро проанонсирую у нас, я надеюсь, выйдет сыворотка, которая будет содержать действительно уже большую очень концентрацию мощнейших антиоксидантов, которые только можно придумать, я здесь вот перечислила даже процентный состав, по секрету вам, вот, по секрету всему свету, но действительно там очень мощный такой, мощная комбинация антиоксидантов, там и неоцинамид, и витамин С, причем в двух видах, и оба стабильных, один причем в липосомах, там же липосомальный дегидрокверцетин, который у нас в нашей серии нео, там ресвератрол, причем 3% ресвератрол, большая очень концентрация, фируловая кислота, и, ну, и, естественно, вспомогательные еще компоненты, зеленый чай, пантенол, амин Е, высокомолекулярная гиалуронка, я надеюсь, что он выйдет вот прямо в ближайшее время, потому что он уже, если не ошибаюсь, на регистрации, то есть его уже оттестировали, испытали, уже он ушел на, уже оформление, так сказать, то есть на регистрацию, вот, я буду надеяться, что, я, конечно, не хочу обещать, что он к Интершарму осеннему выйдет, но я очень надеюсь, вот, я боюсь чего-то обещать, все мы, как говорится, живем в нестабильном мире, вот, и если у нас все будет нормально с нашими поставщиками сырья, и все будет хорошо, то, может быть, даже нам удастся презентовать его на осеннем Интершарме, но сыворотка прекрасная, я вот, на протяжении года, вот мы ее тестируем, там первый этап тестируем, второй, я и сама пользуюсь, и мне она, я ей очень довольна, вот, и, собственно, вот это будет уже, как бы, такое интенсивное средство с антиоксидантным действием, и, как бы, его как раз очень хорошо будет, например, сочетать с антиоксидантным, коктейлем Витаматрикс, под него наносить, либо там, допустим, под СС-крем, который у нас вот-вот тоже должен скоро выйти, ну, так, как получится, то есть, тут уже сроки анонсировать очень сложно в наше время, вот, пептиды с антиэйдж-эффектом, это как раз у нас Мерилакс, где 7% аргирилина, это омолаживающий концентрат 5 пептидов, тоже я пептиды вам расписала, если кому интересно, я уже выговорила, сколько их там, вот, пилинг, ну, по поводу пилингов, Ирин, у нас пока, ну, на повестке дня, может быть, будет разрабатываться, ну, то есть, как бы, есть на него в разработках заявки пилинги больше, в первую очередь, антиакне, там у нас будет, возможно, какой-то еще антивозрастной, более сильный пилинг, нежели там, медальный, вот, насчет ретинолу, пока еще, честно сказать, не думали, но, может быть, и будет, но пока обещать ничего не могу, потому что на эту осень у нас разработка ретинолу пилинга пока не планировалась, вот, а, естественно, пилинги эти ретинолуевые, это сезонный продукт, поэтому мы тестировать их можем, соответственно, на испытуемых только в осенний-зимний период, вот, поэтому ретинолуевые можно взять в медидерме пока, по классике, вот, а все остальное, кстати, готовить к ним можно нашим ретинолу 0,5, вот, и, собственно, вот так комбинировать, и антиакне, соответственно, тоник для жирной проблемной кожи, стопакне у нас есть, альфадерм подходит, пробиоскин, демотен, зимная маска, ну, и бонусом под конец, да, то, что я обещала, кстати, в конце я тоже повторю еще раз промокод для тех, кто, может быть, присоединился не сразу, обычно мы и в начале, и в конце, для наших специалистов, и не только специалистов, вот, кто участвует в вебинаре, даем промокод, который дает скидку 10% на косметику нашу, соответственно, от прайса специалистов для специалистов, от розничного прайса для обычных людей, вот, без специальности косметолога или, там, дерматолога, и в конце я его помечу, вот, так что, если кто-то не успел записать в начале, то я его в конце еще упомянула, вот, и про акне, то, что обещала под конец, значит, что у нас происходит с акне, уход в обострении, он всегда, ну, практически равен уходу за чувствительной, очень чувствительной реактивной кожей, поэтому, если акне в обострении, то все агрессивные препараты, или что-то такое, это в компетенции врача-драматолога, да, то есть мы используем те препараты, которые назначит врач, а что касается ухода, это наиболее мягкие средства, то есть это мягкое очищение, будет гель очищающий или гель для снятия макияжа, есть у нас такой, который фактически как гелевая мицеллярка, да, то есть его можно нанести, можно смыть водой, а можно ватными дисками снять, он такой очень-очень мягкий, и этими двумя средствами можно смывать макияж, естественно, из глаз и из лица, вот, самый универсальный такой, конечно, это очищающий гель, но гель для снятия макияжа, он еще мягче, то есть если нужно прям совсем мягкое очищение, можно взять гель для снятия макияжа, это в новинках, вот у нас где-то там на сайте есть, вот, соответственно, тоник используется для жирной проблемной кожи, никакого кислотного в обострении не надо использовать, пока более-менее кожа не восстановилась, вот, утром умывание кипяченой или фильтрованной водой, плюс тоник, без очищающего средства, то есть если, грубо говоря, утром вам не надо смывать что-то с кожей, или кожа там не жирнится прямо очень, и вы соблюдаете прекрасно гигиену, ну, не вы, там ваши пациенты, да, то есть как бы они проглаживают в обострении наволочку ежевечерней, они одноразовые полотенца для лица используют, ну, или многоразовые, которые они кучкой используют в течение недели, потом кипятят, да, или там 60 градусов стирают, вот, то тогда утром, в принципе, не требуется очищение кожи с павами, с поверхностно-активными веществами, достаточно умыться водой и протереть тоником, и потом наносить уже препарат лечебный, который назначил врач, да, там, может быть, разные они, и после этого уже наносится средство, которое будет, ну, немножко восстанавливать кожу и минимизировать побочки от лечебных препаратов, если таковые есть. То есть это демотен и пробиоскин в первую очередь, то есть мы можем использовать либо один, либо другой до утром и вечером, либо можем утром, например, пробиоскин, вечером демотен, или наоборот, они как раз не имеют, не имеют никакой привязки к времени суток, потому что их можно наносить в любое время. Как больше нравится по текстуре, то есть достаточно одного какого-то, кому-то лучше подходит пробиоскин, прям чувствительно снижается, очень нравится, кто-то больше демотен любит, тут даже не угадаешь, честно говоря. Вот, поэтому мягкое очищение, полностью соблюдение гигиены, утром можно не умываться. Вот, нет, гель для интимной, вот, кислотной, лучше все-таки, наверное, вне обострения, или когда уже немножко вот это вот прям резкое вот это вот обострение закончилось, потому что дополнительная кислая умывалка, она может все-таки чувствительность кожи немножко повысить, если вам назначили агрессивный какой-то препарат, например, лечебный, потому что зачастую назначают, например, эфизел тот же самый, да, в котором бензоопероксид в комплексе с адапаленом, и он дает достаточно сильные побочки в виде повышения чувствительности кожи, а там это же не ретинол антивозрастной, мы же его не будем там три раза в неделю, а если это слишком жестко показалось, еще реже там начали применять, здесь, как назначил дерматолог, ежевечернее мы должны, мы должны ретинизировать кожу проблемную как можно быстрее, да, чтобы он начал воздействовать, поэтому здесь как раз гель для интимной гигиены может немножко быть даже жестковат для такого вот начала, да, а потом уже можно его использовать, вот, но надо смотреть на самом деле, он тоже достаточно мягкий и нежный, 4,5 не такой уж кислый ПАЖ, ну, просто, например, наиболее беспроигрышный и мягкий вариант, это просто обычный наш очищающий гель, который, вон, молодые мамы берут от грудных младенцев мыть, вот, поэтому здесь как раз будет, наверное, более такой не опасный вариант гель очищающий, хотя гель для интимной гигиены очень хорошо для действительно проблемной кожи, как я уже говорила, но когда уже вот самое такое яркое обострение прошло, и как раз вот надо отшелушивание постимулировать, постимулировать и подкислить ПАЖ, потому что все-таки у нас кожа с окна чаще всего имеет щелочной ПАЖ, поэтому АХ тоник и гель для интимной гигиены мы вот на второй этап, то есть вне обострения, либо когда уже обострение начало утихать, начинаем использовать, и, соответственно, когда у нас уже вне обострения, допустим, нам отменили препараты уже, лечебные, да, и как бы мы должны поддержать эффект от лечения как можно дольше, и мы можем тогда продолжить, например, уже противоспалительными себеурегулирующими препаратами косметическими, например, мягкое очищение, мы можем к тонику для жирной проблемной кожи утром добавить температоник с ахакислотами вечером, сыворотки, например, мы можем утром, например, стоп-акне использовать, вечером альфа-дерм, мы можем использовать два раза в день стоп-акне, не обязательно вечером прям альфа-дерм, то есть как бы надо смотреть по ситуации, если преобладают вот эпизодические воспаления, но, в принципе, кожа не такая, не прям гиперкератозная, нету каких-то таких вот покраснений, каких-то выраженных, которые надо с ними работать, да, то, в принципе, можно одним стоп-акне обойтись, и не обязательно брать альфа-дерм, вот, если все-таки склонны к покраснениям, выраженный гиперкератоз, где-то там периодически шурушится, еще что-то, тогда можно взять альфа-дерм, например, на вечер, вот, а еще бывает, кому-то вот лучше подходит миндальная кислота, как оттенбикробный вариант, а кому-то стоп-акне, вот, и то есть здесь уже не угадаешь, тоже можно попробовать и то, и то, благо у нас есть вот эти вот маленькие пробнички, всегда в шоуруме вообще их бесплатно дают, вот, когда человек бесплатную консультацию проходит, ему там еще пробников дают, да и так можно зайти просто, хочу попробовать тот-то, да, взять пробничек, и потом уже купить, будучи уверенным, что тебе это средство подходит, нет аллергии и все прочее, вот, и, соответственно, вот кому-то лучше подходит альфа-дерм, например, для профилактики эпизодических воспалений, а кому-то, например, стоп-акне, вот, и запасной вариант у нас есть сейчас натуральная линейка, The U, я на ней подробно не акцентировала в этом вебинаре, внимание, да, у нас есть отдельный вебинар, моя коллега там вела именно про The U, можно где-то на YouTube поискать, посмотреть информацию, вот, также у нас есть на сайте всякие видеообзоры, которые мы для каждого средства снимаем, вот, тоже можно посмотреть, что и чем пользоваться, там просто есть интересная очень сыворотка, True Baby Face Serum, из вот этой натуральной линейки The U, который тоже гильтег делает, просто это отдельная наша вот линеечка. И именно натуральная. И там неоцинамид трехпроцентный и двухпроцентный аскорбилглюкозид, вот она очень тоже хорошо идет на комбинированную жирную кожу и проблемную вот вне обострения, потому что неоцинамид, он очень хороший себорегулятор, вот, и, в общем-то, аскорбилглюкозид тоже в достаточно большую концентрацию, он и как отексидант работает, и немножко осветляет, то есть так кожа делает более здоровой на вид, вот, и вот эта True Baby Face Serum, она очень хорошо как раз, утром, например, ее можно, а вечером тот же самый альфа-дерм, к примеру. То есть эти средства можно комбинировать, вот, можно на нее обратить внимание. И, собственно, для защиты от неактивного солнца в осенне-зимний период, мы же сегодня этот период разбираем, то можно взять, например, для жирной проблемной кожи крем для комбинированной кожи с SPF 15, с серии Home Care, вот, и, как бы, тогда, в общем, все, пазл сложится, вот, лайфхак я зелененьким выделила, но вы уже как раз, Наталья спросила меня как раз про гель, вот его как раз лучше, когда уже такая острая прям совсем ситуация прошла. Вот, собственно, все, что я хотела рассказать про наши проблемы послелетние и как их решать, и плюс про АКНЕ.